Итак, дорогие друзья, у нас на связи Эфигения Кастамонити, европейская школа Теософии, Греция, город Афины. Эфигения Кастамонити родилась в Греции, окончила греческую коммерческую экономическую среднюю школу в Афинах и школу в Холестионе Соединенных Штатах Америки. Она работала стюардессой в греческой компании Olympic Airsize, 25 лет и побывала во многих странах мира. Она профессионально и индивидуально говорит на английском, французском, итальянском и испанском языках. Эфигения присоединилась к греческому отделению Теософского общества в 1995 году. Она является лектором и членом Греческого совета в течение 20 лет, редактором Теософского журнала «Илисос», переводчиком и редактором многих классических Теософских работ. Ее статьи опубликованы в греческом Теософском журнале, а также в онлайн-журналах «Гермеса», в журнале «Альпийского клуба» в Афинах. Секретарь Европейской школы Теософии с 2018 года. Итак, Эфигения Кастамонити, Европейская школа Теософия, Греция. И ее доклад «Семь путей блаженства». Всем добрый день. Приветствую вас из Афины, Греция. Для меня честь участвовать в этом конгрессе. И спасибо большое за вашу прекрасную работу, уважаемые организаторы и переводчики. Итак, в «Тайной доктрине» станция первая, шлока четвертая. Мы читаем о «Семи путях блаженства». Что такое эти семь путей? «Семь троп или пути к блаженству небытия», комментирует Елена Петровна. «Не существовали, потому что Вселенная не была проявлена и имела бытие лишь в божественной мысли». Но когда ее спросили о них на собраниях ложи Блаватской, она упомянула, что эта тема намного более полно рассматривалась в школе Ария Санге. Теперь мы знаем, что Ария Санга – это тот, кто учил своих учеников тому, что мы читаем в «Голосе безмолвия». Три фрагмента из книги «Золотых заповедей» были переведены Еленой Петровной, как она пишет в своем предисловии к этой небольшой книге, что она посвящает очень немногим. Итак, обратимся сначала к словам, написанным в последней части фрагмента 2. «Твоё время выбора пройдёт, о, ты, жаждущий души, когда ты достигнешь конца и пройдёшь семь врат». В следующем фрагменте «Голоса безмолвия» мы видим, что семь порталов или врат также называются парамидами, фрагментами, народными вратами добродетели, семью твердынями, охраняемыми силами. По-видимому, это первые врата, через которые должно проводить паломничество, через которые должна проходить душа пилигрима или стремящегося неофита. Но прежде чем достичь того, он признан избегать всех искушений, подстерегающих на каждом углу его пути, развить каждую из добродетелей, побеждать себя, контролировать эго, стать способным открыть семь врат, один с таким, используя золотые ключи. Все эти порталы ведут к другому берегу, постепенно, к небытию. Затем, в голосе безмолвия, Ариасанга говорит, «Как только Савани пересекает мой путь, вся природа трепещет от радостного благоговения и чувствует себя покоренной». Савани – это кандидат, прошедший первое посвящение. И снова, мы в дальнейшем читаем, захочет ли он воспользоваться дарами того воздаяния, заслуженными сокровищами и славой, для своего покоя и блаженства. Он – победитель великой иллюзии. Да не будет того. Если захочешь ты, устремляющийся проникнуть в тайны природы, следовать по стопам совершенного, зная, что те дары и силы – не для личного «я». Природа также упоминается в словах Зинона, из Древней Греции, который говорит, что конечная цель, в которой вели природа, – это добродетель. И по стоической философии природа управляет необходимостью судьба. Во все многих традициях необходимость представляется божественной силой, которую управляет Вселенной, возможной проявленной и непроявленной. Можно сказать, что это может быть та сила, которая определяет периодическое появление и исчезновение в анвантаре и пролае. Она также может быть связана с кармой, ее владыками, вместе взятыми в проявленной Вселенной. Так, идею необходимости можно увидеть во многих космологических мифах и системах древности. Одни связывают его с судьбой, другие – с кармой, третьи – с тем и с другим. Например, если мы заглянем в греческую мифологию, мы увидим, что необходимость называется анаге, слово, которое также означает принуждение, и является богией, космической силой, стоящей выше всех богов и богиней. Она связана с судьбой и обычно изображается плетущей судьбу каждого на своем ткацком станке. У нее на голове крылья, потому что она может летать, менять судьбу человека, бога или космоса в соответствии со своей волей и законом, и говорят, что даже боги не могут вырваться из тисков необходимости. Можно также сказать, что в стоических учениях о природе управляемой необходимостью, мы встречаем понятие кармического закона, инициированного неданными, как упомянуто в шлоке 4. Другими словами, кармические законы инициируются 12 причинами существования или цепью причинности, сцеплением причины и следствия во всем ряду существования через двенадцать лет. Как мы читаем в Теософском словаре, основная проблема станции 1 заключается в том, что на этой стадии еще нет проявления, а в шлоке 4, они нам говорят, нет ни вежества, ни иллюзий, чтобы пробудить эти неданы, причины бытия, которые принадлежат закону сцепления, порождающего целослуги и проступки, проводящего, наконец, карму в полную силу, как мы читаем в комментариях Елены Петровны. Более того, они представляют собой перечисление главных причин, вызывающих наиболее суровую реакцию следствий в соответствии с кармическим законом. Будучи моральными агентами Вселенной, они включены в маю иллюзию или невежество, которое пробуждает их. Объясняется на встречах Ложи Блаватской. Итак, новая Монвантара нашей Солнечной системы еще не наступила по станции 1. Не было дифференциаций и космос еще не возникло. Это означает, что жизнь на нашей Земле должна еще появляться и все ее царства должны начать развиваться, каждая следуя по своему развитию и эволюции. И здесь возникает вопрос, как могли семи путей блаженства появиться, когда человечество еще не родилось? Как это может быть, если бесстрашные сердца, голос и безмолвие еще не появились среди членов человечества, и каждый из них вступает на свой особый луч, один из семи лучей, и преследует истину, следуя ученым присоедательствующих мастеров, глав этих лучей, таким образом становляясь способным в какой-то момент своей долгой жизни через бесчисленные воплощения пересечь высоты парамиды. Не было ни душ пикримов, ни неофитов, ни стремящихся бороться против невежества, иллюзий, ошибок и всех других которые прегрешают путь к этим путям. Не было посвященных, которые могли бы сделать свой выбор перед семью вратами, и не было и тех, кто, пройдя человеческое царство после пятого посвящения, стоит на пороге сверхчеловеческой жизни в качестве освобожденных духов, имея перед собой новый набор из семи путей для выбора, и собирается надеть один из трех покровов, который говорится в голосе безмолвия. Не было ничего из всего вышеперечисленного, ни семи путей к блаженству, ни неданой май, еще нет, потому что все было еще в божественной идее, в божественном единстве, откуда все исходит, и куда все возвращается, как мы читаем в прологе. Это единство символизируется чистым белым диском на черном фоне, символом, который мы видим в прологе к тайной доктрине. Это символ единой жизни, вечной, невидимой, но вездесущей, без начала и конца, но периодически в своих регулярных проявлениях, между периодами которые царит темная тайна небытия, бессознательное, но абсолютное сознание, неосуществимое, но единая самосущная реальность. Поистине, хаос для чувства, космос для разума, уточняет Елена Петровна. Слово хаос, употребляемое теперь в тайной доктрине, не следует рассматривать как беспорядок. Оно означает бездну и пустоту, которые, однако, также являются полнотой, пространством, полностью заполненным, не дифференцированной материей. Итак, этот хаос является предзаказом, как пишет Джои Миллс в своей книге «Жизнь мудрости» и содержит все возможности упорядочения. Хаос — это греческое слово, упоминаемое древнегреческим поэтом Гесиодом в его «Деагонии», и, как указывает Елена Петровна, хаос бесконечен, безграничен, бесконечен и безначален по продолжительности. Пространство заполнено тьмой, которая является изначальной материей, в ее доказательском состоянии, ибо в этимологическом смысле хаос — это пространство, согласно Аристотелю, а пространство — это всегда невидимое и непознаваемое божество в нашей философии. Гесиод использует это слово для определения первого аспекта космогонической троицы, обозначенного как хаос, гея и эрос. Все они являются идеями и аспектами, которые могут быть встречены с различными именами или терминами далее в Тайной доктрине в других станциях, как первого, так и второго томов. Поэтому в заключение я хотела бы сказать, что мы находимся на стадии тьмы перед Новым Рассветом, и поэтому не может быть ни времени, ни вселенского разума, ни путей блаженства. Спасибо большое за то, что вы меня выслушали. Спасибо большое. Уважаемая Эфигения, благодарим за систему и за квалификацию семи путей, за ваш выбор именно такого прямого диалога с такими совершенно абстрактными понятиями, как голос безмолвия, божественная мысль, владыки кармы или докосмическое состояние, или хаос и его безграничность, безначалье, бесконечность. Вот этот выбор четкого, ясного, прямого диалога, он, конечно, конкретизирует и квалифицирует. Мы можем следить за вашей мыслью, и это очень здорово, спасибо вам большое за эту мистерию, которая так емко и конкретно представлена в вашем докладе. Большое спасибо, привет европейской школе Теософии от нас. Спасибо.